Здравствуйте! Этот урок я хочу посвятить одной небольшой проблеме, которая возникает на сегодняшний день при использовании ДАЗ-студии и создании нестандартных аватаров для iClone. Есть много аватаров, которые сейчас гуляют в интернете, но я почти не видел или не видел совсем аватаров, которые одеты в длинные одежды. Вот на этом уроке мы научимся создавать длинную одежду, привязывать ее к аватару, не выходя из ДАЗ-студия, не используя Max, не используя других каких-либо программ. Для более наглядного примера я выбрал вот такую модельку, с самой длинной одеждой, которую я только смог найти. Вот они все элементы одежды, которые представляют собой отдельный характер, со своими костями, со своими скелетами. Что мы делаем? Мы сейчас облегчим эту модель для последующего экспорта в 3D-экшенж. Вот мы видим, что модель весит 142 тысячи полигонов. Ну, сделаем ее поменьше. Сделаем 20%, 5 раз меньше, 20% вполне достаточно для того, чтобы она выглядела очень даже неплохо. в 3D-экшенж. Все. Попытаемся сейчас сделать, не делая никаких изменений, перегнать модель в 3D-экшенж, и посмотрим, что получится у нас, когда мы используем стандартные одежды от DAS Studio. Так, готово. Откроем модель 3D-экшенж. И попытаемся проделать с ней какие-то анимации. Передайте анимацию, чтобы проверить, как наша одежда смотрится на модели. Конвертируем нестандартный характер. Даем ей скелет, но я делаю обычно некоторые изменения в стандартном скелете от DAS Studio. Так движения выглядят более естественно и более лучше. Кому понравится, тоже могут так проделать. Те же самые операции. Они практически все скелеты от DAS Studio. Они очень похожи. Вот, собственно, и все изменения. И еще для анимационных моделей, для анимашек, для мультяшных моделей, вот таких лучше. Руки приподнять на 20 градусов. И левый, и правый одинаково, чтобы потом они не обходили корпус модели. Так, и теперь посмотрим, как это будет работать. Применим анимацию. Вот, посмотрите, вверх работает прекрасно. Хорошо. Вниз. Вот. Юбка. Как бы модель отдельно, юбка отдельно. Нога вылазит. Выскакивает. Смотрим другую анимацию. Вот она. Видите? Юбка не повторяет движений аватара. Это все из-за того, что я говорил, что в DAS Studio каждая одежда это отдельный характер со своим набором костей. И привязываются не сам объект. То есть юбка или там рубашка к костям аватара. А их кость, они привязываются к своим собственным костям. Вот. Видите, какой ужас. Когда здесь так не пойдет. Вот. А они привязываются к собственным костям, а кости повторяют движения костей аватара. Поэтому получается, что оно не работает. Так. Вот эту проблемку мы сейчас постараемся исправить. Нам надо прежде всего избавиться от всех частей одежды. Мы сделаем, сконвертируем сейчас нашу модель в mesh-объект. Чтобы у нас был единый объект, и у нас, естественно, единый скелет получился потом. Сделаем ее вейфронт-объект в конвертацию. Вот. Обязательно здесь use existing groups. Вот этот. Поставьте флажок, чтобы не ушло, чтобы он использовал все части одежды, всю динамику одежды и динамику тела модели. Так. Готово. теперь мы уберем всю одежду из нашей сцены здесь до студии. Но нам не нужна. Нам нужен только сам характер, который мы будем дальше использовать. Точнее, его кость нужна, его скелет. Вот. Чтобы работать с весами и делать нормальный скининг модели, мы делаем следующую операцию для того, чтобы были нормальные и корректно наложены веса воздействия костей на части тела аватара. Вот. Теперь наш аватарчик готов к работе. Подгоняем наш объект. Мэш. Вот. Обязательно здесь должен быть стоять возок DAS Studio. Импортируем. Вот наш одетый мэш. Следующая наша операция. Что мы будем делать? Мы будем делать переносить кости от скелета от нашего характера на наш мэш. Вот. Откуда мы переносим здесь откуда мы переносим наш скелет? Это наш характер, а это наш мэш. Куда? Вот. Обратите внимание, это сейчас это характер, это мэш. И делаем перенос костей на мэш. мэш. немножко занимает время. Пока считается, но это зависит от компьютера. Все. Посмотрите, мы имеем сейчас на столе два характера. Здесь есть скелет, и там есть скелет. Вот. Проверим, видите, на нашем бывшем мэше есть скелет, есть все. Теперь мы можем удалить наш голый характер без одежды. Оставим только имеющийся у нас. проверим новый наш аватар, как он движется, как привязана одежда к костям. Смотрите, я вижу, не очень хорошо оно привязано, юбка работает как-то уже очень все угловато, привязка сделана не здорово. Поэтому будем ее немножко исправлять. Опять же, повторю, силами DAS Studio, не переходя ни в какие Максы и другие программы, Майи. Нам это будет просто не нужно. Закрываем анимацию. И теперь вот видите сектора, которая разбита с влиянием. Точнее, посмотрим, где у нас есть проблемы, чтобы нам исправлять проблемные места. поработаем с весами. Принцип работы практически тот же, как в Максе. Будет, где у нас что-то торчит, что-то вот оно такое корялое. Это надо будет исправить, сделать более плавные переходы при работе с весами. Вот. Еще раз посмотрим. Все, достаточно. что мы делаем сейчас. Сейчас мы перейдем, возьмем, выберем кости, которые влияют на нашу одежду. В данном рисование, работа с весами, рисование весов. Включаем оригинал лейтс, дженерал лейтс. Вот, мы видим красный объект. Все, что красно, это сейчас, на данный момент, это, вот эта кость таза, так скажем, влияет на одежду. Видите, очень четкие грани есть между красным и синим. Эти четкие грани, они дают такие резкие изломы при движении модели. Мы от них будем пытаться избавляться. Каким образом? Будем делать это таким образом. Переходим в режим выделения полигона и ставим режим выделения полигон selection mode LASA selection. Как в фотошопе LASA выделим нужно нам вот он как раз сфера действия костей она обозначена кубиком таким. Мы вот приблизительно такой же регион и выделим на нашем объекте. Вот. Вот, видите, появились все вот эти полигончики мы выделили и переходим сейчас на управление весами. Правой кнопкой кликаем по этому месту выбираем здесь все работы с полигонами выбираем здесь можно регулировать сколько силу влияния кости мы поставим на 100% потом вы увидите что это более-менее правильно. Вот. Теперь увеличим слишком четкие грани. Для того, чтобы их размыть мы увеличим нажимаем Ctrl плюс или Ctrl плюс увеличиваем выделенные полигоны и применяем Smooth к ним. Тоже ставим здесь 100% а здесь влияние в середине будет 50% это даст более плавный переход вот посмотрите сейчас мы уберем выделение выделенное снимем выделение видите почти розовое розовое переходит в синее теперь перейдем к следующим переходим к костям ног проделываем ту же операцию абсолютно ту же операцию идем на место выделения видите все резкое рваное дает неправильно вид при движении аватара сделаем правильно выделим нужные нам полигоны точно так же выделяем правая кнопка сделаем чуть поменьше чтобы у нас применим применим фейл селектор увеличим место для размытия и применим смолс всеми же параметрами готово выделяем снимаем выделение переходим к следующей кости и это у нас будет нижняя часть юбки выделяем она обязательно это очень важно потому что как правило всегда в этом месте она то ли ломается то ли изгибается не так острыми углами поэтому здесь должен быть исключительно мягкий переход расширяем выделенные полигоны для размытия размываем снимаем выделение одежды проверим что у нас получилось вот посмотрите при движении одежда смотрится более изгибы плавные мы сделали только одну сторону одежда получается более плавные естественные изгибы при движении смотрится неплохо а вторая часть по-прежнему у нас смотрится уродливо так перезакончим с этой стороной раз мы сделаем скинг всей модели по новой нижней части модели так уточним делаем уже заодно и ногу чтобы повод залегла у нас было корректно расширяем действие выделенные полигоны увеличиваем количество делаем смысл фейс аналогично точно такую же операцию проделываем и с противоположной стороной будем считать что мы ее проделали вот и теперь посмотрим как движется наша модель пока что в даст студию вот посмотрите юбка привязана очень даже неплохо движется естественно ничего не ломается не выпирает юбка движется как положено двигаться вместе с моделью вот в общем-то и все теперь мы экспортируем модель 3D Exchange уже как FBX FBX экспорт открываем нашу модель 3D Exchange текстур я пропускаю некоторые стадии работы с текстурами потому что она выдает и bump 100% и блеск 100% он выдает поэтому я предварительно все текстурки уже привел в порядок и сейчас мы увидим все текстуры уже привел как наша модель будет работать многие скажут что зачем это можно и в Максе сделать все то же самое но я считаю так что мы говорим о не стандартных аватарах а в Максе если мы будем работать в Максе то зашел в Максе надо уже делать стандартные аватары если будет сделать стандартные аватары то во-первых это больше времени занимает скининг риггинг модели здесь же если все я делал все в реал-тайм можно проверить посмотреть занимает не более 10 минут та же самая операция которую надо делать в Максе значительно дольше так мы теперь немножко изменяем скелет скелета как и было в начале я делал нашего урока все это делается напоминаю для того чтобы модель движение модели выглядели более корректно и так активируем включаем наш придаем движение посмотрите вот видите и вверх и вниз теперь движется очень очень красиво какую бы мы не поставили анимацию не задали ему но идет юбка привязана к телу очень даже корректно очень даже прекрасно теперь посмотрим как мы приседаем приседаем исключительно она никуда не падает никуда не выскакивает а изгибается вместе с телом модели единственное что что я забыл здесь сделать это подправить наши руки на 20 градусов при поднятии одну и вторую и в общем то наш аватар будет готов к работе можем экспортировать его в iClone и применять в наших анимациях в наших съемках и таким образом можно делать длиннополые одежды издастудия их очень много очень много красивых моделей можно не опускать целый сектор моделей которые не были охвачены из 3D-эксченча Спасибо всем за внимание До новых встреч Продолжение следует 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 Продолжение следует... Продолжение следует...